Китайский грузовой космический корабль Тяньчжоу-3 успешно отстыковался от станции Тяньгун. Жители Поднебесной спасаются от жары в бомбоубежищах и скупают кондиционеры. Столичный дворец спорта открылся для публики. Синьцзянские пастухи показали шоу с тысячами небесных лошадей. Китайский грузовой космический корабль Тяньчжоу-3 отстыковался от станции Тяньгун после выполнения всех поставленных задач. Это еще один шаг в строительстве орбитального комплекса. Чтобы пристыковать лабораторный модуль Ваньцзян, нам было необходимо освободить для него место, отстыковать Тяньчжоу-3. Процесс прошел успешно. Корабль благополучно завершил отстыковку и перешел в режим полета на орбите. В ближайшее время Тяньчжоу-3 войдет в атмосферу. Этот процесс будет контролироваться с Земли китайскими специалистами. Тяньчжоу-3 сейчас находится в режиме автономного полета. После запуска лабораторного модуля Ваньцзян и его последующей стыковки с космической станцией, мы выведем грузовой корабль с орбиты. К тому времени мы снизим его высоту полета. Грузовой космический корабль Тяньчжоу-3 отправился в космос 20 сентября прошлого года с космодрома Ваньчан и провел на станции Тяньгун около 10 месяцев. Он доставил туда 6 тонн полезного груза. Китай запустит лабораторный модуль Ваньцзян в конце этого месяца, а модуль Мэнцзян в октябре. Строительство космической станции планируется завершить к концу года. Летний зной охватил Поднебесную. В некоторых регионах стало настолько жарко, что плавится не только асфальт, но и крыши домов. Центральный метеорологический центр предупреждает об экстремально высоких температурах по всей стране. Жителям рекомендуют оставаться дома и пользоваться кондиционерами. Самый высокий уровень температурной угрозы объявлен в Чунцине. Здесь от жары разрушилась крыша местного музея. А в провинции Цзяньси специальные грузовики распыляют воду, увлажняя воздух и охлаждая асфальт. Слишком жарко. Земля раскалена. Вода испаряется за секунду. В Нанкине жители спасаются от жары в оборудованных Wi-Fi бомбоубежищах. Критически высокие температуры в провинции Цзян привели к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Машины буквально загораются на трассах. Из жары и постоянно работающих кондиционеров растет нагрузка на электросети. Управляющие компании усилили проверки распределительных объектов. В Шанхае стали чаще вызывать экстренные службы. В 15 дней температура здесь не опускалась ниже 40 градусов по Цельсию. В последний раз такая жара в городе стояла в 1873. Но синоптики говорят, что самый жаркий день еще впереди. А значит, опасность сохраняется. Очень жарко. Приходится сидеть в прохладном месте и спасаться у воды. Жители Поднебесной ищут места в теньке, прячутся от зноя в аквапарках и охлаждают себя мороженым. Ритейлеры отмечают, что продажи холодного лакомства выросли по всей стране. А на юге Китая жара спровоцировала ажиотажный спрос на кондиционеры. Продажи кондиционеров в этом месяце выросли на 200% по сравнению с прошлым годом. С высокими температурами трудно справляться не только людям, но и животным. В зоопарках в Чунцине и Сямыне для белых медведей поставили холодильные установки. А львам и пандам в ежедневный рацион добавляют дыни. Столичный дворец спорта, крытый стадион в Пекине, открыл свои двери для всех желающих. Во время зимней Олимпиады здесь проводились соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. Чемпионы зимних Олимпийских игр Хан Цун и Суи Вэн Цзин провели на стадионе мастер-класс для поклонников фигурного катания, большинство из которых дети. Дети полны энтузиазма. Я чувствую их страсть к спорту, особенно к зимним видам. Я сделаю все возможное, чтобы влюбить людей в ледовые и снежные виды спорта. На открытие пришли более тысячи местных жителей и более опытных любителей, и делающих первые шаги на льду. Очень здорово покататься на таком профессиональном катке. В других зонах стадиона посетители также могут поиграть в керлинг или позаниматься на тренажерах, имитирующих катание на лыжах. Огромный табун лошадей скачет, плещется и пьет воду. Так выглядит знаменитый номер купания небесных коней в реке. В долине реки Или в Синдзянуйгурском автономном районе проходит конное шоу. Пастухи показывают свое мастерство в управлении десятью тысячами илийских скакунов. Еще один незабываемый номер называется «Тысяча лошадей, скачущих галопом и захватывающих дух». Это конное шоу посвящено культуре кочевников. История илийских лошадей, которых еще называют небесными, восходит к династии Западная Хань. Тогда, около двух тысячелетий назад, животные в основном использовались для транспортировки. Сегодня коневодство превратилось в промышленную отрасль уезда Монгол-Кюре. А старая традиция конных шоу стала культовым культурным событием, которое способствует развитию туризма в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова